Это был обычный день для Мии. Она неспешно собиралась. Впрочем, Тони тоже проводил день, как всегда. Играл в приставку. Как вдруг погас свет. И вы спросите, что такого необычного в этой ситуации? Но у судьбы на эту парочку были свои планы. Так соседи, которые практически никогда не виделись, получили возможность пообщаться дольше, чем обычно. А заодно решить совместную проблему. Осталось лишь решить классическую дилемму с проводами. И все было бы обычно, если бы не странная трансформация. Что случилось с нашими героями? Мия стала золотом. В придачу получив редкий дар обращать все в золото. И, недолго думая, решила воспользоваться такой невероятной возможностью. Она со всех ног кинулась в ломбард. Чтобы обменять золотой утюг. На два старых подержанных. В конце концов, ей же нужно чем-то гладить. Тони еще не осознал, что с ним случилось. После перепалки у щитка. Он решил выпить воды. Однако у воды был странный металлический привкус. Вода в его руках стала серебряной. Он тут же решил повторить попытку. Но и во второй раз вода была полна серебра. Тогда он решил, что проблема в трубах. И не решив проблему самостоятельно, был вынужден обратиться за помощью к профессионалу. Сантехник не заставил себя долго ждать. И моментально взялся за дело. Да, настоящие герои не носят плащи. Засор оказался действительно необычным. Прочистив трубу, сантехник не мог поверить глазам. Из трубы к нему в руки попали серебряные самородки. И, к удивлению Тони, невероятно счастливый сантехник не стал брать у него денег. Мия решила перекусить. К большому сожалению, там оказалось пусто. Более того, она прищемила дверцей палец и сломала ноготь. А, как известно, если что-то болит, стоит на это подуть. От дыхания Мии ногти стали целыми и покрылись золотом. У Тони за день накопилось столько хлопот, что он решил, что с приставкой на сегодня хватит. Поэтому решил различь себя немного иначе. А именно сделать бумажные сюрикены. Трепещите, воображаемые враги. Но в момент броска сюрикен Миган перестал быть бумажным. Он стал серебряным и впился в стену, оставив в квартире Мии настоящие трещины. Мия давно ждала свой заказ. А когда тот пришел, она, не теряя ни секунды, кинулась открывать курьеру. И вот заветная посылка была в руках. Она так долго ее ждала. Но открыв коробку, с ужасом поняла, что в доставке все напутали. И тут к Мии пришло озарение. Она поняла, что может превратить украшение в золото. Тони же еще не понял, что с ним происходит. Он снова вернулся к игре в приставку. А когда решил сделать паузу и попить воды, совершенно случайно чихнул на друга. Тот, в свою очередь, потеряв все признаки жизни, стал статуей из серебра. Ситуация сложилась пугающе. Растерявшись, Тони решил отнести бывшего друга домой. Однако тот оказался невероятно тяжелым. По дороге ему встретился странный тип. Увидев серебряную статую, он моментально кинулся к ней. Спустя мгновение выяснилось, что он был коллекционером. И был готов отдать любые деньги, лишь бы прекрасная статуя из серебра попала к нему в коллекцию. В тот момент Тони и думать забыл о друге. Несмотря на свои новые способности, Мия продолжала работать официантом. Однако она даже не подозревала, как новые способности могут сыграть против нее. Сэндвич стал золотым. А посетительница осталась без зуба. И кто говорил, что золото – мягкий металл? Разумеется, поднялся скандал. Вызвали менеджера и несчастную Мию уволили. А посетительнице предстоял неприятный поход к дантисту. Кстати, дантистом оказался Тони. И вы уже, наверное, поняли, что пойдет не так. В процессе он превратил зубы пациентки в серебро. Сразу все. На Тони пожаловались, и он вылетел с работы. Благополучно превратив бланк об увольнении в серебряный лист. И после такого мысль о том, что дар – скорее проклятие – еще больше укоренилось у него в голове. Потеряв работу, Мия и Тони встретились снова в ювелирной лавке, в которую решили устроиться. Разумеется, старый конфликт дал о себе знать. Они реагировали друг на друга, как быки на красную ткань. Казалось, вот-вот и дело дойдет до драки. Однако владельцу лавки такое поведение не понравилось. Так Мия и Тони снова разошлись. Это была вторая попытка судьбы свести их вместе. День был напряженным. Поэтому было совершенно неудивительно, что Мии тяжело давался сон. Во сне к Мии явился вампир. Он хотел накинуться на нее. И Мия была совершенно беззащитна. Ведь вампиры совершенно не боятся золота. И вот ей уже казалось, что она обречена. Так откуда ни возьмись, появился Тони. И героически спас ее. Сразу же после этого сон стал гораздо приятнее. А Тони видел совершенно другой сон. Во сне он держал шкатулку, внутри которой хранилось настоящее сокровище. Там была Мия. Теперь все стало на свои места. Вновь встретив друг друга у электрощитовой, они совсем забыли о прежних распрях и вражде. Они проводили вместе так много времени, что им казалось, что в мире больше нет никого другого. Так им обоим стало понятно, что они без ума друг от друга. Хотя нельзя сказать, что они перестали ссориться. Правда, ссоры эти были незначительными. Например, они иногда не могли поделить одеяло. И перетягивая его... Превращали лоскутки в одно золотое, а другое – серебряное. Другой причиной для ссор часто становилась посуда. Мия старательно выкладывала еду на золотых тарелках. Но Тони принципиально ел лишь из серебряных. Попутно превращая красивое оформление блюда в месиво. Что, конечно же, выводило Мию из себя. Но в этот раз их ссору прервала проводка. Снова. И вот старая добрая ситуация. Мия и Тони стоят возле щитка и спорят. Но свет погас неспроста. Дело в том, что Тони решился сделать Мии предложение. Мия! А что касается проводки... Что ж, Тони и Мия решили раз и навсегда решить этот вопрос. И вызвали электриков. А когда парни взялись за дело, совершенно случайно получили разряд и поняли, что они гораздо больше, чем просто коллеги. Но это уже совсем другая история. Как тебе история Тони и Мии? Что из истории понравилось тебе больше всего? Расскажи нам в комментариях. Нам будет приятно получить от тебя лайк. А чтобы не пропустить новые ролики, подпишись и нажми на колокольчик. Заглядывай на Трум Трум Трик чаще. Заглядывай на Трум 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 Трум.